Торнадо Энерджи 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 И в женские имена, например, Неля, вот, и таким образом разводить нормальных, так сказать, тестостеронистых мужиков на то, чтобы с ними поговорили, а потом заходим в TeamSpeak и там вас, вот, как у Лепса, вот, и, соответственно, сегодня играет настоящая девушка, между прочим, она еще дополнительно и стримит ссылочку на нее, вы найдете в описании, кстати говоря, на внешечку очень даже ничего, одобряю, одобряю. Я ее рекомендую посмотреть, а можно даже и подписаться, если прям вообще понравится. Вот, играет она на итальянском премиумном среднем танке 8 уровня Progetto 46, кстати говоря, зацените на набор оборудования, а также снарядов. Я не понимаю, то ли она фармит на этом танке, то ли она настреливает урон, и вот здесь непонятно, потому что она играет на полностью всей голде, а голда у этого танка, между прочим, 259 мм пронепробительный. Хотя голдовым подкалиберным снарядом, и при том она не брезгует бланди своими дорогими снарядами, но при этом еще всем ко всему, она не использует допаек, как типичный статист обычно это делают. Вот здесь у нас автоматический огнетушитель, голдовая ремка, но обычная аптечка. Почему такой странный набор, умом нам девушек не понять. Но если выпьем мы 0,5, то сразу станет все понятно. Ну, если ты понимаешь, о чем идет речь, почему такой набор оборудования, если, типа, ты играешь на результат, так тогда уже играй полностью на результат. Но знаешь, это типа, играем на результат, но немножко сэкономим, потому что есть у нас скидочка плюс распродажа, вот черная пятница, черная пятница. Ну ладно, ладно, все, хватит шуток. Здесь бой будет разворачиваться не на шутку, а на смерть, потому что сейчас мы играем в топе списка. Хотелось бы сказать, что бой одноуровний, но на самом деле это топ списка, учитывая то, что про джета, это не просто танк 8 уровня, а скорее даже 8,5 уровня. И у этого танка есть возможность раздавать барабан и наносить 720 урона как раз таки с барабана. Отстреливается она, пыталась разрушить дом, за которым стоял ЕБР Ходж, поскольку ЕБР Ходж был один из немногих врагов, которые подсвечивали первую, вторую вертикаль. И приезжает тут стандартно, изначально в позицию в центре карты, в квадрате Е5, Е6, аж три танка. Ладно, про джета приехал, ладно, приехал Супер Хелкот, но АМХ-65 это уж совсем жестко. Выезжает она вперед, почему она поехала вперед добиваясь про джета, потому что пантера П-44 проехала вдоль 7-8 вертикали, а значит если в нее никто не стреляет, значит эта точка пуста. И если эта пантера жива, значит все же можно поехать и убить про джета 46 на центре и таким образом выиграть центр карты. После этого мы смещаемся в город помогать союзникам, которые и без того проигрывают. Для того, чтобы выиграть бой, нужно обязательно думать о том, чтобы не проиграть несколько флангов одновременно, потому что вас могут зажать. И поэтому ин стресс, наша героиня, героиня Афродита, едет сразу же в город и наклевывается здесь у нас КВ-3, которого она благополучно разбирает с барабана. Супер Хелкет не пробивает, непонятно куда он попал, ведь про джета 46 это однозначно один из самых картонных средних танков 8 уровня, наряду с Лорайном пробивается часто даже фугасами. Не пробивает нашу героиню Супер Хелкет и она перезаряжает свой следующий барабан и будет вместе с КВ-3 здесь разыгрывать против ИС-М. ИС-М здесь, сами можете заметить, выезжает очень аккуратно, по всей видимости целился он как раз таки в КВ-3, пытался он выехать, либо развернуться от Бортины, попытаться протанчить, но выдает она ему один снаряд и нужно теперь уезжать, потому что Супер Хелкет может приехать справа, либо же ИСАК объехать, либо же еще какой-нибудь танк может приехать. Например, не светилась еще у нас Су-130 ПМ, где она может быть, ну вот пока вообще непонятно, поэтому нужно выдвигаться вперед и скорее всего забирать либо Супер Хелкета, либо же попытаться найти артиллерию, которую можно будет убить. Здесь подставляется наш союзный КВ-3, погибает и в то же время Инстресс ловит на каточек ИСА, зацените, насколько она идеально прицелила ему в каток и забирала четко этого ИСАКа в этот каток. Ни одного лишнего движения, все четенько, красивенько, не потеряла еще ни одного очка прочности, ну вот что творят ребята из клана номер Си. Нет действительно никакой пощады. И нам тут повезло. Отстреливается по ИСАМ, тот успел поджог свой потушить и снова раздает в каточке. Все три снаряда, с поджогом еще плюс один из них был, раздает в каточке и ИСАМ остается ваншотный. Фланг уже почти что выигран. Кинг Тагер скорее всего сам должен будет разобраться с ИСАМ, а это значит пора отправляться в центр карты и стараться отстреливаться по танкам, которые будут играть в центре карты. Это СУ-130ПМ, либо же на первой-второй вертикали для того, чтобы выиграть этот бой, естественно. ИСАМ все же пытается здесь разобрать нашего союзного Кинг Тагер Си, но он благополучно убивает. И я так понимаю, Инстресс, кстати говоря, зовут ее Наталья, Наталья Инстрессочка, она тут выезжает помогать союзному Кинг Тагер Си, но тот и без того справился, но по всей видимости она не была уверена в его силах, потому что ну мужики, мужики, а вдруг она еще феминист? Это, ну, одобряем, 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 потому что, ну, правила, правила, ну, нельзя, нельзя, надо быть толерантным. Вот, едет она, соответственно, вдоль квадрата H8, пытается найти артиллерию, насколько я понимаю, но артиллерия не подсвечивается возле пруда в квадрате J8-J9, а значит нужно переезжать в центр карты и стараться отстреливаться по СУ-130ПМ. И здесь подсвечивается С-51, который встает, встает прям в центре поля и начинает стрелять во всех, кого не лень. Ну и, естественно, раз ты стоишь в центре поля, значит должен быть готов, что тебя убьют. Надо перезарядить следующий свой барабан, счет не очень-то хороший. Остались наши союзники 3 в 5. Инстресс до сих пор фуловая, у нее еще куча снарядов и СУ-130ПМ находится в центре карты, которого, естественно, нужно убить. Скажем так, ситуация не такая печальная, как могла бы быть, потому что союзники заняли несколько точек одновременно. Поставлю на паузу и спешу сообщить. Центр карты забирает наша героиня. Слева у нас есть Кинг Тайгер Си, который, по идее, не должен пропустить врагов с левого фланга. С правого фланга есть фуловый АМХ М4-45 и нет в бою артиллерии, которая способна помешать проджета 46-м. Подкатывается в центр Инстресс и здесь сразу же не убивает СУ-130ПМ, а изначально помогает своему союзнику. Первый выстрел выдает СУ-101, второй выстрел не попадает и сейчас нужно свой последний снаряд отдать. Но зацените, насколько она искусно использует, так сказать, свою механику дозарядки. Она ждет, пока дозарядится, еще один снаряд для того, чтобы выстреливать с максимальным ДПМом по этому танку. Выдает по Пантере П-44 один снаряд и далее в СУ-130ПМ, дозаряжая свой второй снаряд в барабане, выдает еще один раз в каток. И до сих пор остается фуловая. Пять фрагов, до сих пор фуловый и только сейчас получает она первый выстрел от СУ-101, который остался двушотный. Надо бы его как-нибудь подсветить, надеяться инстресс на АМХ М4-45, который поедет вперед и подсветит этого СУ-101. Но там почти невозможно его подсветить, поскольку, ну, черт возьми, это СУ-101, он все же маленький, незаметный, его действительно сложно. Но надо не забывать то, что СУ-101 находится справа. В любой момент времени он может дать прострел. СУ-130ПМ откатывается назад. Неизвестно, сколько ХП было у Project 46-го. Лично я, по крайней мере, забыл. Возможно, если вы сейчас увидели, напишите об этом в комментариях. Вот. Кинг Тайгер стоит просто слева бесхозно. Хотя может встать на захват базы, но он боится, потому что Project 46 может уже вернуться на базу в квадрат К2 и его забрать. Поэтому он просто стоит и контролит левый фланг, ничего не делая. Сейчас нужно ждать, потому что врагов больше. Даже несмотря на то, что у нас ХП много, 1092 единицы очков прочности, это не значит, что мы можем лететь сломя голову. Потому что у врагов есть СУ-152, который может дать фугасом в лицо и пробить. Может дать кумулятивом или ББшкой и 100% пробить. Плюс еще ко всему есть СУ-130ПМ и СУ-101. Короче, машины грозные. Это по ТСАУ. Их действительно очень сложно убить. Поэтому катаемся здесь в центре поля, в центре карты и пытаемся высветить хоть кого-нибудь. Естественно, слева нельзя объезжать, потому что, опять же, не светился про ЖЭТ-46. Справа нельзя объезжать, потому что будут убивать в центре карты. И нужно ждать ошибки врагов. 5 минут на табло. 5 минут даже 30 секунд. И нужно бы уже поторопиться. Возможно, я бы избрал более хитрую тактику. Скорее всего, я бы подъехал в квадрат какой-нибудь Е6 под дом, который находится у нас справа. И постарался бы отдать блайнды по указке в СУ-101 в том кустике, где он был в последний раз в засвете. Вот. Возможно, бы зашли туда блайнды. Возможно, я бы его убил. Но, опять же, не факт. Но, по крайней мере, попытаться можно. Вот. Ждем, пока будут ошибаться враги. Кстати говоря, МХ-М4-45 еще просел. И еще один выстрел он получает. Остается уже ваншотный. И, по всей видимости, его убивает как раз-таки СУ-101 с квадрата А5. Потому что, если бы в него стрелял СУ-152, он бы ему дал, я думаю, большее количество урона, нежели чем дает СУ-101. А СУ-101 у нас здесь не фуловый. Второй выстрел промазало. И третий выстрел. Так обидно. Попадает то ли в каток, то ли в верхний лист. И просто не пробивает этот калибр. Остается ваншотный СУ-101. Его бы как-нибудь подсветить. Потому что, если СУ-101 здесь забрать, то можно уже перекатиться в квадрат А5-А6. Либо же играть более раскрепощенно в центре карты. И вот что делает Инстресс. Она пытается подсветить СУ-152. Здесь СУ-152 подсвечивается. Но первый снаряд падает вниз. А второй каким-то неведанным для меня образом попадает адекватно. Очень даже. И СУ-101 надо... Блин, надо попытаться... Как не везет! СУ-101 остается ваншотный. Проджетта 46. Стоит в центре карты вдоль квадрата А3-Г3. И, соответственно, простреливает первым выстрелом нашу героиню. Инстресс. Наташечка, что же ты будешь делать? Надо уже перетягиваться, я думаю, в квадрат либо А5, либо А6. Либо же постараться забрать СУ-152, который находится в центре карты. Но я бы... Я бы, наверное, все же на месте Инстресс постарался бы либо просветить СУ-101. А обзора-то у нас не хватает. Играет, по всей видимости, она без оптики. Играет, по всей видимости, она с вентилятором, досылателем и стабилизатором. Что, естественно, выгодно для Проджетта 46. Но есть огромный минус. Не максимальный радиус засвета. А это значит, что нужно отсюда укатывать. И нужно постараться что-то сделать. СУ-130ПМ здесь выезжает. Она дает вперед и разводит. Разводит на каток СУ-130ПМ. Начинает его крутить. Выдает первый снаряд, второй снаряд. Третьим снарядом добивает. И что же сейчас будет? Сюда может приехать еще же и Проджетта. Или какая-нибудь СУ-152. Если СУ-130ПМ уже объехал абсолютно всю карту. И нужно, нужно сыграть аккуратно. Кинг Тайгер Си будет охранять нашу героиню. И СУ-152 оказывается в центре карты. Не пробивает он фугасным снарядом. Проджетта 46. И залетает два снаряда. Абсолютно без снарядов остается в барабане. И он стресс. Нужно откатываться назад и отыгрывать от своего союзника. Нужно либо им закрываться с левой стороны. Либо постараться уехать куда-нибудь поодаль. Семь фрагов уже. И Проджетта 46 заезжает в спину. Заезжает в спину. Остается у него. Попадает в пушку. Остается у него 125 хп. Буквально на один шот. Нужно бы его как-то развести. И постараться либо на реакции. Либо же разменяться с ним по хп. Первый снаряд выдает. И Проджетта 46. Вот это вертухан. Вы просто посмотрите, что она сотворила. Без автоприцела. В Аркаде выдала выстрел. Выдала выстрел по Проджетта 46. Попала здесь в пушку. И давайте посмотрим еще раз в замедленном темпе. Каким образом здесь происходила встычка двух итальянцев. Выезжает. Сразу же закидывает выстрел здесь в Аркаде с вертухи. Попадает в пушку. Вражеский Проджетта 46. И следующий выстрел выдает она тоже в Аркаде. Без автоприцела. И убивает Проджетта 46. Остается всего лишь 2 минуты на табло. Это 8 фрагов и 6000 урона уже. Бой, который был безнадежно слит. Если бы враги просто встали на захват базы. И контролили бы центр карты. Оказывается на волосок от победы. И сейчас главное не ошибиться. Сейчас главное найти эту СУ-101. Которая возможно стоит точно так же в квадрате А5. Либо же уже уехала. Но СУ-101 здесь выезжает вперед. Получает она один выстрел от СУ-101. И вырывает победу из лап мужских вражеской красненькой команды. Клевый. Вообще бой реально четкий. Особенно мне очень сильно понравилось в процессе всего боя. Как она ставила на катки все вражеские танки. Это был ИСАК. Это был соответственно у нас ИСМ. Это был у нас СУ-130М и другие машины. Она всех пыталась ставить на каток. Потому что если ты поставил на каток. То ты выбил либо из врага римкомплект. Либо ты сразу же его убил. Поскольку он обездвиженный. И чаще всего будет в простреле с разных сторон у врагов. Ну и таким образом заканчивается у нас бой. 9 фрагов. 6100 урона. Возможно даже больше. Посмотрим сейчас по итогам. Ссылочку вы на Наталью. Стрейвц из клана номер Си. Фиолетовую статистку. С 3800 в 8. С 62% побед. А также 2800 урона на аккаунте. Вы можете найти в описании. Переходите, смотрите. И поддерживайте как можете. Если вдруг вам понравится. С вами был я, Ниарью. Не забывайте пожалуйста лайк прожимать. На канал подписываться. И до новых встреч. Всем пока-пока. До дальнейших. Субтитры сделал DimaTorzok